Приоритеты расставлены. Сегодня глава Чувашии подвел итоги социально-экономического развития Янтиковского района. В рамках рабочей поездки по муниципалитету Михаил Игнатьев побывал в одном из крестьянско-фермерских хозяйств и проинспектировал дорожные работы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В хозяйстве Валерия Грачева полным ходом возводит новый телятник. За последние годы поголовье крупного рогатого скота здесь увеличилось. Заниматься агробизнесом становится выгодно, отметил глава республики. Неблохие перспективы открываются перед теми, кто уже сейчас делает ставку на модернизацию. Валерию Грачеву в прошлом году оказали государственную поддержку. Из регионального бюджета фермер получил более 8 миллионов рублей. Нам хочется, конечно, быстрее, чтобы новые фермы появлялись, новые технологии и содержания, и кормления животных. Почему? Потому что здесь культура производства, она совсем другая. Никто в резиновых сапогах не ходит. Мотивации для молодежи очень хорошие. Вот сейчас у крестьянско-фермерского хозяйства Валерия Грачева мы посмотрели строящуюся ферму, посмотрели построенную ферму, пообщались с доярками, другими работниками животного отца. Последний буквально год 4 молодых дойра начали работать. Это же здорово! В этом году в Янтиковском районе приступили к ремонту дорог. Новый асфальт уже положили на участке трассы на подъезде к райцентру. Продолжаются работы по реконструкции моста через реку Соломенко. Он был возведен более 50 лет назад. В прошлом году его признали аварийным. Реконструкция этого мосту требуется давно. Трасса стратегическая. Она соединяет Канаж и село Янтиково. Сейчас по ней проезжают сутки больше 20 тысяч машин. Таких нагрузок опоры и бетонные плиты не выдерживают. Объем работ большой. Подрядчики уже приступили к установке опор. Возвести новый мост намерены к июлю следующего года, а возможно и раньше намеченного срока. Великые исторические стройки. Щебень уже на подходе? Заказывали щебень? Вообще, конечно, за две недели они достаточно хорошо продвинулись. О дорожном строительстве говорили и на расширенном совещании с активом района. До конца года в муниципалитете капитально отремонтируют сразу 9 участков. С учетом содержания текущего ремонта, примерно инвестиции только на дорожное хозяйство вложено не менее 150 миллионов рублей. Что нужно делать? Конечно, дальше тоже будем ремонтировать, потому что к населенным пунктам уже дороги стареют. В 2017-м и в последующие годы средства будут выделяться. Первое полугодие муниципалитет завершает с неплохими показателями. В районе растут объемы введенного жилья, сокращается количество залежных земель, активно развивается малый и средний бизнес. Объем откруженной продукции и выполненных субъектом малого и среднего предпринимательства составил 512 миллионов рублей, что на 5% выше показателя аналогичной периоды 2015 года. Продолжается реализация шести инвестиционных проектов, общей стоимостью 105 миллионов рублей, созданием 38 новых рабочих мест. По экономическим показателям, помните, мы по итогам 2011 года в целом по республике заняли третье место. Вот сегодня у района есть потенциал, и мы по итогам должны быть не ниже четвертого-пятого места. Приоритеты перед руководителями района глава Чувашии расставил на рабочей встрече. Первоочередная задача – держать под постоянным контролем эффективное расходование бюджета. Медрик Валев, Расиль Мухаммедов, Республика.